Всех приветствую! Продолжаю просматривать работы художников и описание этих работ по книге «Великий музей мира» Гвиде Каньяччи «Смерть Леопатры» около 1662 года «Холст масла» 140 на 159 Гвиде Каньяччи – итальянский художник, яркий представитель в стиле барокко В своих удивительных картинах сумел соединить элементы натурализма Микеланджело, Меризи и Караваджо С сериализмом Гвиде Ремии – эксцентричный живописец, авантюрист, любивший проводить время в компании красивых моделей Переодетых в одежду противоположного пола, так характеризовали каньячьи современники Будучи родом из-под Ремини, он учился у Людовика Карачча в Болоне, потом у многих знаменитых римских мастеров А в 1650 году отправился в Венецию, где обогатил свой метод новыми художественными приемами В 1658 году Каньяччи уехал в Вену, где жил и работал под покровительством императора Леопольда I до конца своей жизни Там и было написано его масштабное и выразительное полотно «Смерть Клеопатры», которая, согласно античному преданию, покончила жизнь самоубийством Узнав о разгроме своей армии и гибели любимого Антония Яркий поток света выхватывает из темноты группу перепуганных полуобнаженных служанок Игипетской царицы, которые собрались у кресла с мертвой повелительницей Ее смерть наступила недавно, и прекрасное сияющее тело, кажется, еще сохранило тепло жизни Но голова красавицы уже бессильно склонилась, а на правой руке изливается ужарившая ее змея На это смертоносное существо указывает и со страхом смотрит девушка Насыщенно контрастами ярких цветов и мощными светотеневыми эффектами картина коньячья Очень драматично Красноречивые жесты, позы и мимика людей передают напряженную эмоциональную атмосферу трагических сцен Которая при этом сохраняет ту изощренную чувственность, которая была высоко ценима правителем в творчестве современных ему художников и в искусстве XV и XVI веков Вот такое описание по книге Великой музея мира работы Смерть Клеопатры Автор Гвида Коньячий, около 1662 года Пока-пока, до свидания Субтитры создавал DimaTorzok